Всем салям! С вами Аружан, и сегодня будем учить казахский по культовому сериалу Рикки Морти. Рикки Морти – это американский научно-фантастический сериал, который с первой же серии взорвал мозг своим зрителям. В центре сюжета – Рик Санчес, безумная аташка ученый, и его немерие Морти – обычный 14-летний подросток. Вместе они путешествуют по разным мерам мультивселенной и находят приключения, а приключения на казахском будет окайра. На самом деле, мультсериал – это грубая пародия на фильм «Назад в будущее». Минуточку, док. Ты что, сделал машину времени из Делориан? Даже имена похожи – Морти и Морти, но здесь больше черного юмора. А год назад Рик и Морти заговорили на казахском, когда наши студии-озвучки начали их переводить. Не будем вас задерживать, учим казахский с Риком и Морти. Эй, подожди, Рик, я думал, что это реклама! Что происходит? Расслабься, Морти, не парься! Давай посмотрим, что будет дальше! Фраза, с которой мы начнем – Жирек Айну. Переводится как «тошнить». Сама сказала «Меня сейчас тошнит». Если понимать дословно, то Жирек – это сердце, а Айну означает «прокисать» или «тошнить». Тыска ас означает обед, танго ас – завтрак, а ужин – это кешка ас. Но если ты из Казахстана, то на завтрак обед и ужин ты ешь беш сурпой, а на следующий день на рынок. Главное, любом приеме пищи – это углеводы. Какие углеводы, е моя родная! Это вкусная еда! У казахови свое guilty pleasure, о котором все знают – мы едим лошадей. Едикатесом считается «каза». Это такая колбаса из конины. Вообще, бешпормак готовят из всех видов мяса, включая вербежатину и птицу. А на западе, рядом с Каспийским морем, вместо конины бешпормак кладут рыбу. У этого в народе есть название – и это фишпормак. Давайте разберем. Есть агаш, а на нем растет жемес – фрук, а внутри него – дэн – семя. Что касается агаштары – это деревья, а одно дерево – это агаш. А агашка – это дяденька, который зарешает, если тебя поймали гаишники. Заметили окончание, которое добавляется в конце? Это делается для того, чтобы показать множественное число. Запоминайте. А как сказать Рики Морти в морственном числе? Пишите в комментариях. Фраза «сен мнана коруптор сумба» переводится как «ты видишь это». Дословно «кору» переводится как «смотреть, видеть». Также «кору» можно использовать как признание. «Мей сена шахсой куремен». Дословно переводится как «я тебя хорошо вижу, а по смыслу ты мне нравишься». Интересный факт. Создатели Рики Морти разработали идею сериала, продали пилотную серию, а также написали сценарий за один день. А как у вас дела с продуктивностью? А теперь изучаем направление вместе с Риком. Но если вы приехали в Алмату, то вам достаточно знать «ыстыге астыга». Что обычно говорят наши мамы, когда мы приходим поздно домой? «Сен мена ультерган келеды мане». Ты что, хочешь меня убить? Ультерю означает «убить». У слова «келю» много значений. Основное – прийти или приехать. Например, прийти в школу. Это будет на кепке «келю». А если мы хотим сказать, что нам чего-то хочется, то мы добавляем слово «келеды». «Жиган келеды» – хочется кушать. Или «барган келеды» – хочется пойти. Тут Рик удивился. «Барган келеды» – не прокатило, что ли? «Барган келеды» означает «проходить» или «заходить». Если вы скинули кому-то мемчик, и он ответил «барган келеды», это означает, что вы хорошо разбираетесь в мемах. «Посылдак» – старое имя пёсика, которое означает «сапун» от слова «сапеть». Например, «посылдак ихтал» – «сапеть во сне». А что такое «ахтес»? «Ах» – это белый, а «тес» – грудина. Если в России – тузик, а в Америке – джек, то в Казахстане популярное имя для собаки – это «ахтес». Кстати, в оригинале собаку зовут Снафус, в честь собаки создателя мультсериала. Но также эта собака точь-точь выглядит как «ахтес». Продолжая тему имен, согласитесь, у каждого есть тетя по имени Гуля. Это сокращение от имени Гульжан, Гульден, Айгуль и так далее. Слово «гуль» – это не существо из аниме «токийский гуль», а с казахского и переводится как «цветок». Ставь лайк, если у тебя есть тетя Гуля. «Кирсенше» означает наоборот. Например, «дарень кирсенше стил» – «сё сделать наоборот». «Кашанан без баскарда тендай тем болдок» – «когда это мы слушали других». Слово «тендай» переводится как «слушать». Его часто путают с другим словом «есту». Оно означает «услышать». Звучит похоже, но различие в том, что «есту» используются тогда, когда мы услышали что-то случайное. Например, я услышал одну песню «мембер энде естедым». А вот я слушаю BTS, будет переводиться как «менбет естендаймон». На сегодня все. Пишите в комментариях, какой нам еще сериал, фильм или песню разобрать. Предлагайте свои идеи, как нам улучшить наше видео об учалке, а также смотрите другие видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Сэле говорит на казахском легко. Кейзискенше. Сэле говорит на казахском.